Здравствуйте, друзья! На библейский портал Экзегет поступил следующий вопрос от Дмитрия. Что делать, если человек согрешил перед кем-то, раскаялся перед Богом, но страшно открывать грех перед тем, кому это сделал. Знаете, бывают такие ситуации, которые действительно позволяют поступить именно так. Когда человек знает, что в жизни произошло что-то скверное, но не знает от кого. А у тебя душа не на месте, совесть спать не дает, аппетит пропал, жить не хочется. Ты хочешь как-то исправить этот грех, это преступление. Если знаешь как, исправь. Если сможешь сохранить, как говорится, инкогнито, ну хорошо. Если можешь помочь человеку, вернув его, допустим, материальный урон, а то может быть и вчетверо, как, между прочим, говорит об этом Писание. То сделай. То есть не говоря, что вот я тебя ограбил, я вот на тебе поживился, вот теперь вот возьми. Если можно скрыть, то лучше скрыть. Не всегда несказанная правда является ложью. То есть тактично можно вернуть украденное, отобранное, или косвенно из-за тебя потерянное. Можно помочь так, чтобы и не знал человек, откуда эти средства. Перевести, допустим, с карточки, где не упоминается твое имя, и фамилия, и отчество. С карточки друга, допустим, на карточку потерпевшего. И откуда, что, непонятно. Там, конечно, может быть свои нюансы. Я не знаю, насколько это правильно, и о каких суммах речь идет. Ну, как вариант, допустим. Помните, когда Закей встал и говорит пришедшему к нему Христу, «Господи, кого, чем обидел, возвращу в четверо. Я вообще половину имени своего раздам». И тогда Господь говорит, «Вот, ныне пришло спасение дому сему». Видите, если кого обидели, в четверо надо раздавать. Но если речь идет о личной обиде, и он понимает, что вы его оскорбили, то, конечно, надо не просто покаяться перед Богом, а позвонить, а еще лично прийти и попросить прощения. И, конечно же, не с пустыми руками. Вернет подарок ваш драгоценный, ну, ладно, значит, все-таки рана еще сильно свежа и глубока. Вот. А если ценным подарком утешится, ну, пусть так и будет. Вот. Можно сказать, загладили свою вину. В общем, смотрите по обстоятельствам. Что больше пользы принесет, так и поступайте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok